здравствуйте мои дорогие друзья старенькие новенькие наверное неделю дали снимала видео и дел много было разных всяких вот сейчас как-то появилась лишняя минуточка но она не лишняя конечно не лишних минуточек не бывает а просто села делать макияж и думаю ну давно уже не писала видео на неделю точно думаю надо записать так чтобы быть в строю чуть чуть не отставать вот думаю все равно сейчас буду краситься поставлю камеру и поскольку на болтовню немножко есть времени по ходу так сказать макияжа на есть там о чем поболтаем вот накраситься ну а потом пойду на улицу в магазин надо купить огурцов найти вот хочу заняться очищением почек ну я так регулярно делаю какие-то очистительные процедуры для организма для печени для почек потому что мы все равно что-то едим там хотя я слежу за своим питанием да я долгое время почти 20 лет такой чистый вегетарианец но тем не менее даже те же помидоры там или какие-то фрукты овощи сами знаете да они сейчас большинство из них выращены на каких-то химикатах на каких-то удобрениях химических и все же это оседает у нас в организме вот поэтому лучше конечно заниматься очищением регулярно весна согласно аюрведе это самое лучшее время для очистительных процедур организма для занятий спортом коррекции там фигуры и так далее вот поэтому хочу пойти поискать хороших огурцов вот у меня есть такой легкий хороший даже приятный рецепт для очищения почек аюрведический вот и мне для этого нужно огурцы грейпфрут лимон сухой имбирь куркума но это все у меня есть надо огурчики найти также хочу купить это найти какой-нибудь хорошенький горшочек для цвет горшок для цветов то я купила алоэ от росточек алоэ у бабушки купила хочу тоже вот это алоэ пересадить чтобы алоэ дома росло потому что тоже очень хорош и для очищения кстати организма очень хорош алоэ вот и для косметических процедур поэтому хочу вырастить алоэ пусть в себе растет надо для него нормальный горшочек найти ну и с вами пообщаться повидаться может кто за мной соскучился что-то голос это самое просто говорила только что много говорила и видать это надорвало связки так у меня есть чуть-чуть чуть-чуть новиночки конечно чуть чуть новиночки показать мне есть пару штучек новиночек вот но некоторые я уже месяц назад где-то получила но все нету вот возможности вам показать видео не снимала то думала не это и и вчера две посылочки получила это уже с алиэкспресс такие классные вот поэтому давайте вместе с вами вы со мной а я с вами а вот чуть-чуть пообщаемся поговорим я вам покажу свои надвин очки сделаю макияж потом уже пойду по своим делам ну как вы видите я уже пудру нанесла я уже это видите волосы это я масло вчера ну принимала ванну и масло наносила на волосы а масло оно иногда с первого раза не смывается и даже на второй день кажется что вроде бы голова немного грязная да но она не грязная просто она в масло ну как масло масло для волос я наносила масло и она так немножко так ну что я хотела у нас жарко даже сейчас вот я сижу мне жарко вчера было вообще 33 градуса сейчас даже вот я в квартире сижу 25 градусов для меня это жарко прям я чувствую жарко когда мне жарко у меня голова немножко начинает так это отключаться и мысли останавливаются поэтому если я вдруг буду останавливаться и отключаться и так чуть-чуть это залипать это значит что мне ну так жарко потому что от жары я не очень хорошо жару переношу вот 25 это для меня максимальная температура конечно я люблю когда вот тепло но такая прохлада есть вот 20 21 22 градусов вот это самая-самая оптимальная для меня температура конечно особенно для мозгов потому что когда у меня может стать или интеллектуальная работа да то есть приходится работать или интеллектом психикой то есть у меня идет интеллектуальное психологическое да напряжение при работе и когда жарко это очень сложно вот ну и разговаривать тоже нужно даже думать ну думать ну и вообще просто нормально говорить а не так это да давайте что я вам первое хочу показать как вы видите я нанесла тон бровки своим любимым карандашом с алиэкспресс дешевенький я вам его показывала кому интересно посмотрите в предыдущих видео что это за карандашик вот я нанесла ну естественно межресничку сделала чуть-чуть со стрелочками так чтобы уже было видно что у нас получается и сократить время и побольше с вами поговорить поболтать а на губы я нанесла бальзам и вот как раз таки хочу вам показать этот бальзамчик он мне вчера пришел я его с алиэкспресс я на алиэкспресс заказывала помада бальзам для губ всего лишь доллар 74 рубля девочки ну он такой классный я два штучки заказала видите вообще абсолютнейшая скромнейшая упаковочка просто беленький да как бы это доллар ну видать не стали заморачиваться насчет упаковки а зачем все равно мы их выкидываем да хотя приятно когда красиво тут я думаю вложились в бальзам он открывается вот так вот видите просто крышечка открывается и здесь такая вот эта штучка ты крутишь и оно высовывается и вот там были разные цвета но в основном они таких теплых оранжеват терракотовых оттенков и вот сейчас вот этот цвет видите он на цвету такой как бы тепло коричнево оранжеватый да и вот я его сейчас нанесла на губы я вчера получила посылку я его нанесла на губы и как вы видите такой оранжеватый цвет девочки да с паковкой не заморочились обычная конструкция да то есть он маленький такой изящный маленький удобно в сумке носить ну девочки посмотрите сколько здесь продукта я говорю здесь доллар видать весь ушел на то чтобы сделать этот бальзам действительно классным ухаживающим увлажняющим и сделать много продуктов ну что бывает помада красивая футляр красивый а продукта вот так вот полтора два сантиметра да очень маленькая сама помада и да еще и плохого качества деньги за пластмасс взяли а здесь смотрите сколько продукта много вот я кручу видите высовываю смотрите смотрите сколько тут получается ну много продукта во первых он толстенький такой видите сам стик он толстенький и его много тут два с половиной раз ну где-то два с половиной сантиметра да стик где-то два с половиной сантиметра И он толстенький, видите, да? Почти как сама помада. То есть его много. То есть я думаю, этот один только стик можно, наверное, с полгода использовать. И она вот, вы наносите, да, и она придает просто вот такой оттенок терракотовый. Ну, девочки, по ощущениям очень влажно, очень приятно, вот как маслом, как будто маслом наносите. Очень быстро смягчает губы, увлажняет, питает. Вообще прям шикарно. Я иногда, знаете, вот вечером там, ну, уже умылась там, да, вечерние процедуры очистила. Ну, вот помылась там, ну, там, что нанесла на лицо. И на ночь тоже всегда там накрашиваю губы, грубо говоря, бальзамом. А с утра встаешь, и они уже в порядке, да, то есть нет ни сухости, ничего. И вот я тоже на ночь вчера нанесла. Вот. Ну, понятно, что там в течение спаня, так сказать, он у нас стирается. И вот тоже сейчас нанесла. Сухости абсолютно нету. Вообще, девочки, он настолько вот прям такой масляный, нежный, крепкий такой. Ну, тут даже больше не на крем, да, на масло больше похоже. Знаешь, как баттер липстик, да, то есть такой, такой масляный. Но он, я говорю, он очень шикарно смягчает, увлажняет, питает. Прям вообще потрясающе. Вот, девочки, простите, камера, камера. Что-то у меня сегодня постоянно падает камера. Я пока настраивала камеру, эту тоже ставила. Пока, в общем, что-то у меня сегодня она падает, моя камера. Так, простите, пожалуйста. То ли работать не хочет, то ли я ее плохо установила. Так, нормально, вроде бы все пишет. Простите, простите. Ну, я говорю, я с этой камерой, как обезьяна с гранатой. Я с техникой не особо дружу. Она у меня долго держится. То есть, да, вот там телефоны по 7, по 8 лет не ломаются, не падают из рук. Ну, вот как-то обращаться, вот и знать все вот эти технические моменты, вот с этим проблема. Ну, сама техника живет со мной долго. Ну, вообще, вещи со мной долго живут. Я так и не люблю новинки, ну, менять не люблю. И как-то само собой получается аккуратно пользоваться. Ну, как-то, в общем, держится нормально. Ну, обращаться... Так, что у меня здесь? Ну, я надеюсь, ничего страшного, да? Так, как говорится, с кем не бывает? Точно. Это, как говорится, натюрель. Жизнь натуральная, без монтажа, без приукрас. Вот, все как есть, поэтому... Как вам сегодня, моя майя, эта блузочка? Красивенькая, да? Это я в Индии в Решикише покупала. Так, надо, наверное, камеру чуть-чуть поднять, а то я вижу, что моя голова там срезается даже. Вот так, наверное, да? Будет нормально. Сегодня среда. Среда – это день Меркурия. А вот, а Меркурий – это зеленый цвет, поэтому я сегодня одела такого... Она зеленая. Такого цвета хаки, вообще-то. Ну, в камере я вижу, что она больше как в серость отдает. На самом деле, такой цвет хаки, вышивка, зеленые сережечки. Короче, зеленый турмалин в кольце. Здесь у меня натуральный зеленый турмалин. Так, хочу же почитать, что здесь написано, если прочитать. Здесь надписи очень мало. Была коробочка от нее, но я выкинула. Когда распечатывала, выкинула коробочку. Ну, здесь написано, что здесь идет увлажнение, питание. Я вам сейчас покажу надпись. Там уже посмотрите, если кому интересно. Они продаются на Алиэкспресс. Всего доллар, бальзамчик пахнет ванилью. Очень приятный, нежный, ванильный запах. Ну, как будто вот какой-то сладкой специей пахнет. Вот. Сейчас камера словит, если настроится. Вы там почитайте уже, найдите, наберите в поисковик. И я же подумала, ну, бальзамчики всегда нужны. Думаю, зачем мне где-то здесь в магазинах покупать их за 100, за 150 рублей. Я возьму сразу два по доллару. Попробую. Я так что-то была уверена. Отзывы были хорошие. Я думаю, возьму два, пускай будет. Буду пользоваться. И вы знаете, очень рада, что взяла. Во-первых, это экономия. И плюс действительно хорошее качество. Потому что бываешь наши, вот эти возьмешь в косметических магазинах бальзам. Они там сейчас 100, 120, 150, 300 рублей. А особо нехорошие было. Ну, и вот я взяла вторую. Но здесь цвет уже такой красивый, оранжевый цвет, девочки. Посмотрите. Прям такой красивый оранжевый цвет. Вот. Но на губах он тоже такой вот оранжевенький. И такой, знаете, как морковочка. Вы знаете, так прикольно смотрится. Вот. Очень приятно. Пахнет, вот, как даже жвачечкой какой-то. Знаете, вот раньше были жвачки эти, бубльгум. Вот эти резинки были жевательные. Бубльгум. Тоже вот что-то такой запах напоминает. То ли ванильки, то ли этого бубльгума. Ну, приятный такой сладковатый запах. Чуть-чуть слегка. Ну, тоже, видите, большой стики. Такой цвет. Это, я думаю, ой, здорово. Это мне на год хватит, а то и больше. Вот. Поэтому вообще мне нравится. Вот косметика, ухаживающая косметика. Вот восточных брендов. Японская. Там вот китайская, корейская. Они реально очень... Они в этом... Смотрите, какой оранжевый, красивый. Прикольно, да? Такой оранжевый, хороший цвет. Вот. Я говорю, очень жаль, тент не оставляет. Тента нету. Тент не оставляет. Ну, прикольный. Я говорю, мне понравилось. Я вот в подружке, в магазин, косметический магазин «Подружка» тоже вот брала бальзам для губ. Только, видите, он черненький. А точно такой же. И сделан точно так же, с таким же вот этим вот. В подружке брала. Это тоже увлажняющий, питающий бальзам для губ. Он тоже вот так вот делается. Так же, как и тоже. Все то же самое. Кстати, мы посмотрим. Ну, это японский. Прям какой-то японский бренд. Made in Japan. Прям упаковочка была. Прям все на японском. Made in Japan. Какая там косметическая японская фирма. Ну, и тоже, видите, стик достаточно большой. Смотрите, какой стик. Здесь, наверное... Ой. Смотрите, какой огромный стик, девочки. Ну, тут реально раз, два. Ну, да, тут три сантиметра. Смотрите, какой большой стик, девочки. Три сантиметра. Вот. И вот он, кстати, это в магазине подружка, он стоил 270 рублей. Девочки, 270 рублей. Вот этот японский. А все то же самое. Видите, только здесь белое, а здесь черное. А даже сделанные одинаково. Это китайский бренд. Ну, они там рядом. Эти китайцы и японцы одно. Восток и Восток. Этот японский бренд. Ну, японская косметика вообще дороже. И этот в магазине, причем со скидкой, там, 15% стоил 270 рублей. А этот 70 рублей. Ну, здесь, правда, сантиметра где-то 2,5, а может даже 3. Ну, и здесь... Нет, здесь 2,5 стик. А здесь полных 3 сантиметра. Ну, увидели, какой большой. Тоже хороший, увлажняющий. Но он дает такой более малиновый цвет. Ну, вы как видите, он такой более малиновый цвет. Ну, тоже мне нравится. Мне нравится то, что они такие компактные. Они узенькие, видите, такие вот. Их прикольно в сумочке носить. Вот. Ну, а этот, ну, вы-то знаете, это Невеевский, да, Невея. Бальзам. Жемчужный бальзам. Невеевский. Ну, вот они стоят. Здесь, это у меня практически новый этот бальзам. Смотрите, какой маленький стик. Он стоил. Это я его брала год назад. Я просто мало им пользовалась. Я его брала год назад. Год назад, еще до повышения там цен. Ну, почти год назад. За сколько я? За 120 рублей. За 120 рублей в подружке. Со скидками. За 120 рублей. Посмотрите, какой маленький стик. Сколько здесь? Два сантиметра всего лишь. Ну, да. Ну, почти два сантиметра. Ну, маленький стик. Смотрите, какой коротенький стик. Ну, Невеевский нормальный. Мне, в общем-то, нравится бальзам. Ну, все равно. И то, Невеевский, он более суховат такой. Да, он неплохо увлажняет, нормально. То есть, ну, вот эти, которые японские, и вот эти два, которые, вот эти китайские, которые, да, я вам сейчас показывала, они прям, я говорю, вот час-два, и прям такое хорошее увлажнение, питание, прям очень так чувствуется. Так, что я вам хотела еще показать? Ну, давайте... Так, я хотела зеленый макияж. А тени-то не зеленые. Хотела показать. Может, тогда в следующий раз показать, когда макияж будем делать с этими. Потому что я хотела больше такой... В зеленых оттенках. Хорошо, я вам покажу тени, палетку, но не ту, которую хотела, а покажу другую. Я вам ее еще ни разу не показывала. Вот. Тем более сегодня среда, день Меркурия. Значит, будем показывать зеленые палетки, зеленый макияж. И у меня есть вот такая палеточка. Это MyCup Revolution фирма. Я думаю, многим она знакома. И она называется Esmeralde. Esmeralde. Esmeralde – это как раз-таки старое название изумруд. Грахи, планеты, они... Ихняя энергия сконцентрирована в природе, также в камнях, в натуральных камнях. И каждая граха, то есть планета, а точнее сказать даже Дев, который представляет, да, вот эту энергию, скажем так, Меркурия. На санскрике его имя Будха-деф. Будха-деф. Он курирует день среда, направление север, цвет его зеленый. И если брать камни, вот натуральные драгоценные камни, то это изумруд. Ну, вообще все оттенки зеленого и все зеленые камни, они находятся под кураторством этого Дева. В камнях сконцентрирована энергия, скажем так, этого Дева, да. И вот изумруд, эсмеральд, эсмеральд, это одно из древнейших названий как раз-таки изумруда. Изумруда. И вот эта палетка, они выпускали, My Cup Revolution выпускал серию палеток, камни, они выпустили рубин, выпустили фиолетовую палетку, она называлась... Как же она называлась-то? Что-то я подзабыла. Короче, я подзабыла. И эсмеральд. Ну, эсмеральд, то есть в честь камня изумруд. А, аметист, аметист, фиолетовая, аметист, да. И я ж, я очень люблю зеленые оттенки, зеленый цвет и в одежде, и в серегах. Вообще я зеленый цвет очень люблю. У меня даже фамилия сейчас Green. А вот. Понимаете, да, прям... Вот. И эту палетку я купила где-то осенью, да, после того, как вернулась из Индии, где-то в сентябре, в октябре, я зашла в подружку. Я хотела эту палетку, ну, надо было через сайт, но я думала, нет, хочу, ну, не настолько, чтобы через сайт ее заказывать, ждать. Думаю, нет, если так попадется в реальной жизни, я куплю. Если нет, нет. И я захожу в подружку, а там же представленная Майкоп Революшн, я вижу, эта палетка лежит. Я думаю, ну, раз так... А не, я не в подружку зашла, я зашла в Золотое Яблоко. В Золотое Яблоко. Это огромная сеть таких вот косметических магазинов у нас в Москве, в Московской области. И там была вот эта палеточка Эсмиральд, Изумруд. Вот, я люблю наносить зеленые тени, мне и идет. Ну, я люблю более теплые оттенки зеленого или такого болотного, или цвета хаки. Ну, короче. И я взяла эту палеточку. Вот, сейчас вам покажу ее, как она выглядит. Палетка достаточно красивая, как вы видите. Видите, какая красивая палеточка. Очень много, видите, разных оттенков зеленого, коричневого. Ну, коричневый он хорошо сочетается с зеленым. Тут есть и матовые оттенки, и шиммерные, и сатиновые. Вот. Так что палеточка такая очень-очень, в общем-то, красивая. Ну, зеркало, естественно, есть. Вот. Палеточка очень красивая. Вот. И по качеству, вы знаете, она тоже достаточно хороша. Ну, и как вы можете видеть, здесь можно сделать... У меня дневное освещение. И прямо вот в натюрель передаются оттенки. И, как вы видите, здесь можно сделать и дневной макияж, и вечерний, и праздничный, и повседневный, тусклый. И парадно-выдвижной, как я это называю. Вот. Поэтому... Поэтому... Можно... Это, я думаю... Давайте... Сделаем, наверное, туда макияж. Это и палетка. Вот. Что-то у нас тоже, знаете, вроде бы тепло, но то пасмурно, то солнышко. То пасмурно, то солнышко, и хочется спать. Хочется спать. Ну, надо сделать макияж и топать в магазин. И топать в магазин. Искать огурцы. Так. Ну, естественно, молочка надо взять. Для птичек корма надо взять. Девочки, я научилась из молока делать йогурт. Простейший рецепт. Вообще никаких заморочек. Не нужно вот это... Как йогуртница, да? Или что-то... Все, что нужно. Молоко и заквасочка. Все. И у меня получается вот это ведерко, пластмассовая ведерко йогурта на килограмм. И себестоимость его всего лишь там 47 рублей. Получается, вы вкладываете 47 рублей, а на выходе получается килограмм ведро, ветровое, хорошего, вкусного, домашнего йогурта. Вообще, я так рада. И можно кушать что-то, там, фрукты какие-то с ним, с этим йогуртом. Вот так кушать или делать с овощами. Индийское есть такое блюдо, называется райта. Очень полезное для организма райта. Ну, я вот райту делаю. Вот сегодня делала райту с помидорами. Очень вкусно так. Ой, вообще класс. Прямо аж опять захотелось. Да. И вот я так делаю ведерко этого йогурта и каждый день кушаю райту делаю. Она делается к любым основным блюдам. Вот. Райта. Очень полезная. Простите за звук. Там далеко едет поезд груженный. Чем-то груженный очень сильно, поэтому так тарактивно. Вот. Так. Ну что, давайте будем делать макияж. Сделаем макияж, потом я покажу сводчики этой палетки. Вот. Давайте будем делать макияжик. Так. Ну давайте оформим как это нижнее веко форму. Так, сейчас я взяла такой светло-светло-коричневый, чтобы оформить вот эту складку века, выстроить форму макияжа. матовые. Матовые здесь достаточно хорошие. Могут слегка-слегка чуть-чуть осыпаться, но в основном матовые здесь хорошие, мягкие, достаточно хорошо растушевываются. но все равно вот для моего вкуса, для меня самые лучшие тени это восточных производителей тени. Либо корейские, либо китайские, либо японские. Как говорится, у меня уже опыт в этом есть, поэтому этот Makeup Revolution мне тоже нравится. Они неплохие. И в данном случае эта палетка. Но эту палетку я взяла чисто из-за того, что здесь целая палетка разных зеленых оттенков. И они такие достаточно хорошие. Один есть оттенок вообще такой красивый. Он такой серо-зеленый даже. Сейчас я вам покажу. Он даже серо-зеленый как такой серо-зеленый. Но он видите, прям металлик-металлик. Он такой прям металлик-металлик. Очень красивый. Прям качественный такой вообще очень красивый оттенок. Когда наносишь, он такой больше серо-зеленый. Но он такой красивый. Вот для смоки девочки. Смотрите вот какой. Видите, да? Прям вообще потрясающий. Я даже эту хотела палетку подарить. Думаю, ну, зеленый-зеленый, у меня уже полно зеленых. Но вот держу ее только ради этого цвета. Хотя палетка хорошая. Все равно, когда уже много зеленых, уже все-все из всей коллекции у меня есть более любимые зеленые палетки. Из всей коллекции она, если брать все зеленые, она, наверное, где-то там на среднем месте. Но только из-за этого оттенка я ее оставляю. А так бы могла кому-то подарить. Потому что, знаете, бывает палетка нравится, но почему-то, к ней рука тянется не так много. Я, как правило, уже оставляю у себя палетки, которыми я пользуюсь. Чтобы они не просто лежали, а именно те палетки. Вот я вижу, что у меня постоянно к ней тянется рука. Тогда я эту палетку оставляю у себя. А если не нравится, то я уже либо ее просто выбрасываю либо те тени, которые в ней нравятся, я их достаю перекладываю в другой наборную палетку, а то, что не нравится, я просто выкидываю. Либо же раньше дарила, но сейчас у меня общение, скажем так, ограничено с другими людьми вообще, с женщинами, как-то меньше общения. Сейчас, скажем так, некому дарить. Более того, у меня почему-то даже подружки мои, почему-то они не любят краситься, не любят косметику. плюс меня постоянно за это осуждали. Тоже такие странные, что, если ты не нравишься, то я не красишься, то я не должна, что ли. Я люблю, для меня это отдых, такой релакс, отдых, это мои игрушки. подружки какие-то они сидят в танчике играют, в интернете в танчике играют, или там в покер какой-то в интернете играют. Я такое не люблю и никогда не играла. У меня игрушка реальная, чисто женская косметика. И плюс, конечно, прикольно, когда ты симпатично выглядишь так более-менее. все-таки это женская тема. Поэтому даже если подружки есть, то они такие какие-то очень больше на мальчиков похожи. И получается некому просто некому дарить некому дарить если друг палеткой оказалось не нужны. Так. 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 хорошие мягкие тени достаточно хорошо тусуются. Но все равно я говорю мне больше качество матовых нравится все-таки в восточных палетках. так. Так. Для магазина сойдет. Так. Ну и что? Надо какую-то блестяшечку выбрать нам. ну что вот если брать даже вот эти эти этот самый красивый его что ли взять может быть чтобы уж не совсем быть полностью зеленый да то есть как-то есть вот такой еще зеленый вот этот очень тоже красивый прям такой теплый металлик зеленый видите да давайте рядом его нанесем но все равно он красивый но блеска в нем меньше хочу так еще растереть но все равно тот который вот серо-зеленый он самый красивый он прям самый качественный самый красивый этот зеленый вот он такой видите да это большие которые рефилы вот этот который я сейчас нанесла вот этот зеленый а этот который серо-зеленый который мой самый любимый это вот он второй серо-зеленый второй вот здесь давайте нанесем мой любимый да тоже все зеленые глаза и серьги все зеленые давайте нанесем серо-зеленый Давайте так, наверное, сделаем Заодно посмотрим, как он будет На глазах Давайте сначала попробуем его нанести кисточкой Чтобы пальцы не мазать Если будет кисточкой не очень Потом еще пальчиками Ну вот, видите, он на кисть практически не набирается Вот на пальцы, вот эти оттенки, они хорошо набираются А на кисть, ну что это, смотрите Вообще практически нет Как будто просто грязь какая-то Хотя кисточка хорошая, такая, видите, плоская, хорошая кисточка Надо аж так нашкрябывать, знаете, вот прям нашкрябывать Этих теней на эту кисть И прямо это, ну Ну все равно, они кистями, видите, вот Ну проблемно Цвет красивый Девочки, смотрите, на кисть, ну набралось, ну плохо Я говорю, прям вот надо тянуть, оно не тянется, и кусками Видите, да, поэтому Пальчик А вот пальцем, вот они прям О, прям металл Прям красота Прям густо, хорошо все ложится Так, что-то я вывозилась Но все равно, вот знаете, вот Неплохие тени Ну Даже вот матовый, я смотрю Он такой, вроде бы растушевывается А в то же время тушевка такая вот как чуть-чуть пятнами, кусками Знаете, вот как грязновато Но этот Вот видите, пальчиком он уже хорошо нанесся Видите, да? Пальчиком он уже насыщенно хорошо Хорошо лег Ну Я говорю, вот То есть вроде бы палетка красивая Цвета красивые Ну, вот этот Оттенок сам по себе Он красивый Вот этот металлический блеск Ну, вот нанесение Вот это уже когда на глазу Ну что, сводч это сводч А как на глазу Оно такое, знаете Ну, если оценить качество Скажем так С одного до пяти баллов До то Я бы, наверное, поставила Троечку Которая стремится к четверочке Скажем так, да? Очень стремится к четверочке Ну Я говорю, вроде бы красивые цвета Вот, обалденные красивые все цвета Вроде бы и качество неплохое На пальцах Ну, на глазах уже Оно там где-то спадка Там скатывается Подтирается А если тушуется То где-то какую-то грязь Ну, как-то так Кусками, пятнами То есть Потому что я вижу Что когда я пользуюсь Вот Тени вот восточные Да, там вот Китайские с Алиэкспресса Там абсолютно любые Таких проблем нету Тушевка ровная Идеальная Два вот Штриха сделал Кистью Все Все легло Растушевалось Ни пятен Ничего Ничего не скатывается Не лезет Не осыпается Ну, то есть Вообще идеально Здесь же надо Как-то Как говорится Чуть-чуть Постараться Понимаете, да? Чтобы не вымазаться Чтобы как-то Все легло Более-менее Ну, не знаю Может быть даже Подарю кому-нибудь Эту клиенту Эту палетку Может даже Что, ради одного Оттенка держать? Я просто не люблю Ради одного Оттенка Держать всю палетку И она такая Ну, достаточно Все-таки большая Да, не маленькая И держать эту палетку Чтобы она место занимала Я не люблю А все другие Зеленые Ну, такие же зеленые У меня есть В других Более Хороших палетках Ну, что Ну, посмотрим Короче Скорее всего Подарю У меня есть одна Девушка Я научила ее Красить А в каком плане Девушка Ну, это женщина Это моя клиентка Ей уже там 60 с лишним лет И она раньше Вообще глаза не красила Я ее знаю 17 лет Мы с ней дружим Сотрудничаем Она моя клиент Уже Сколько? 17 18 лет Даже уже И вот все эти 18 лет Она красила Всегда только губы Всегда только губы Причем Тем цветом помады Который ей Абсолютно не идет И А вот Она как-то К нему привыкла С Советского Союза Видать еще Вот Розовая Перламутровая А у нее Теплый экипаж Да, там И он Вообще Этот цвет Не особо идет Ну А глаза Она не красила Но она в очках еще При этом Зачастую И как-то это Но видя меня Постоянно накрашенную Вот И Я так иногда Надо вам глазки чуть-чуть Хотя глаза у нее Очень красивые Большие Красивые Вот И так потихоньку И она Ну да Накрасит меня Накрасит меня Я ее раз накрасила Второй раз накрасила После консультации Будем краситься? Будем Сели После консультации Еще накрасились И она Ой Мне так нравится Ой, оказывается я такая красивая Конечно вы красивые Просто надо чуть-чуть Яркости добавить Потому что Славянского типа Женщины Скажем так Они-то красивые Но если без косметики Они такие Блеклые Да, то есть Ну Как вымоченное яблоко То есть они такие Бесцветные Хотя черты лица Красивые Но бесцветные А косметика Цвета немножко придает А вот Я ее раз накрасила Второй раз накрасила Потом говорит Давай поедем в магазин Помоги мне купить Какие-нибудь тени Там кисточку Мы поехали Купили ей тени Купили кисточку А вот Там я ей что-то подарила Там что-то это И Получается Последние пять лет Она начала краситься И сейчас так регулярно Подкрашивается А вот Хотя ей Шестьдесят Один Шестьдесят Два года Ну То есть уже так За шестьдесят Вот И она начала краситься Поэтому Наверное Скорее всего Ей подарю Когда приедет ко мне Наверное Ей подарю Я думаю Ей понравится Потому что Здесь ей хватит Как говорится До конца жизни Вот Теней много Они красивые И как раз Для ее типажа Прям как раз Для ее типажа Ей хватит Вот Так что Из одного Оттенка Не буду держать Так Ну давайте Второй глаз Нанесем Хотя Я говорю Этот оттенок Он На мой взгляд И цвет Очень необычный Такой Серо-зеленоватый И вот Когда пальцем Его наносишь Прям Видите Такой прям Металлик-металлик Красивый Прям Красивый Красивый Металлик Красивый Он Красивый К Выявate Это Все Иγ? Продолжение следует... Продолжение следует... Надо взять, тем более она там тысячу с лишним рублей, там 110 рублей, за 110 рублей я ее взяла в золотом яблоке. А это же было в том году, сводчить нельзя было, сводчить нельзя. У меня в памяти были только те сводчи, которые она показывала на своем канале в ютубе и ее рассказы. Я подумала, ну, может и правда, потому что на сводчах, ну, вы видите, все ярко, все красиво, все прям супер. Ну, сводчи это сводчи. Здесь же у нас другая кожа, чем на глазах, да, и как оно там тушеваться будет, как чего. Ну, что, тени пигментированы, да, как бы, все как бы это, ну, именно как в работе они... Вот я лично, потому что я так крашусь вообще с детства, можно сказать. Вот, я как сводч сделала, потерла, я уже, как, знаете, вот уже понимаю, как оно будет. То есть уже просто красивыми оттенками меня так завлечь. Вот, и поскольку, ну, пандемия же, все, да, сводчить нельзя, просто вот нравится, бери, сводчить нельзя, как раньше. Тестов не было, то я повелась на вот эти ее рассказы. А она, ой, такие красивые оттенки, ой, посмотрите, какие сводчи. Ну, сводчи так красивые, оттенки красивые. Ну, как оно на глазах будет работать? Поэтому, если бы я знала, что только один оттенок такой более-менее вообще и по качеству, и по красоте, и плюс, если бы я знала, что матовые такие грязноватые в тушевке, то я бы не брала. Зачем? Есть полно разных других палеток, и у меня много палеток. Я бы не взяла, а я так что-то подумала, что, ну, качество, ну, что, самое-то главное, качество же, правильно? А вот эти всякие блогеры, так называемые, их же сейчас много, разных девочек. Как становятся блогерами? Вышла в декрет, скучно, поговорить не с кем. Заведу себе канал, буду рассказывать про косметику. Хотя до этого даже не красилась, не знает, как качество там смотреть, как чего. Или особенно мне вот это удивляет. Ой, девочки, купила кремчик, хороший, хороший запах. Ну, мы же крем берем не из-за запаха, или там гель для душа, или там мыло, там, ну, мы же берем не из-за запаха. То есть все, что эти блогеры могут сказать, хороший, вкусный запах. Все. Бутылочка нравится, красивая баночка, дешевая цена и приятный запах. Ну, мы же гель, там, шампунь. Мы же берем не из-за запаха. Нам же не запах нужен, нам нужен эффект хороший, да, там, для кожи, там, для лица, для волос. Эффект, ну, работа самого продукта. А все, что они могут сказать, хороший запах. Хороший запах. Так же и тени. Посвочили, посвочили. Ой, красиво, красиво. Ну, красиво, а дальше-то что? В итоге идешь, веришь, покупаешь. А в итоге мучаешься, не можешь тушевку. Я говорю, вот... Я говорю, поэтому, да, тени красивые, коробочка красивая, зеркало хорошее, теней много, красивые, и эти шиммеры, эти металлики, и все. Ну, я говорю, качество, вот я бы поставила, именно если брать качество. Как говорится, троечка с плюсом. И то большую часть из-за вот этих матовых, которые, они вроде бы мягкие, но они какие-то мягкие, что как-то в грязь вот они идут, и их надо вот это пытаться тушевать, тушевать. Поэтому за то время, пока палетка у меня дома, я ее брала в руки, вот это, наверное, раз четвертый. Ну, это, наверное, раз четвертый. И то из-за этого вот серого оттенка. Раз четвертый. Поэтому, не знаю. Ну, ко мне эта женщина приедет, скажу, нравится. Она скажет, нравится, я скажу, берите. Если ей понравится, пусть берет, пусть забирает. Вот. Ей-то все равно... Ну, она прям такой макияж не делает, она просто тень уберет, и так по глазу развивает. Размазывает, чтобы как-то цвета придать, так, чуть-чуть-чуть по верхнему веку. Размазала. Это, межресничку провела, чуть-чуть реснички, и все. И то уже, ну, в силу того, чтобы глаза сами по себе большие, оно уже как-то цвет придает, и ей хорошо. Вот. Ну, мне для любителя макияжа, мне такое качество, как говорится, недостаточно. Мне надо... Мне надо получше эффект. Что-то хочется прям спать. Не выспалась, наверное. Я нижние веки, такой темный цвет хаки, прям вот как моя рубашечка. Я вот наношу на нижнее веко. Чтобы внешний уголочек затемнить и как соединить с верхней тушевочкой. Сверху на нижней тушевочкой. Вот я говорю, вот прям какой-либо цвета, но вот не нравится мне. Ты наносишь, оно либо в пятно превращается, либо просто не держится и осыпается. Ну, я говорю, три с плюсом, не более по качеству. Три с плюсом. Если есть время посидеть, поморочиться, поисправлять, то да, можно так это... Или, знаете, так это макияж для дома. Для дома, для семьи. Но на выход это, во-первых, время займет, морочиться с этим макияжем. Во-вторых, как говорится, в самый ответственный момент этот макияж может просто ветром облететь у вас с глаз. Понимаете, да? Либо надо какую-то базу, такую уже серьезную базу под тени. Хотя я и консилер нанесла, и пудру припудрила. Короче, морока. Не прям сильно есть, как говорится, и хуже тени. Да. Ну, этот, я говорю, троечка с плюсом. Который очень стремится к четверочке. Так что, вот такая палеточка. Ну, девочки, я не знаю, делать вам свочи, не делать вам свочи. Ну, что свочи, свочи, свочи. Это красный такой есть, красивый тоже металлик, прям красный. Ну, вот я не знаю, цвет красивый. Ну, как с таким на глазах ходить, я не знаю. Я пробовала красный цвет. Мне не нравится вообще, когда на глазах красные тени. На мой взгляд, это смотрится как-то неестественно. Заплаканно. По-больничному. Ну, сам цвет красивый. Очень красивый. Прям металлик такой. Прям, ну, видите, да? Супер прям. Цвет красивый. Ну, может, как акцентик где-то поставить. Ну, может быть, да. Ну, просто вот тут красным намазать и там, не знаю, вот, мне не нравятся красные макияжи. Вот вообще никак. Ну, вот как. И то, видите, на пальце красиво, а здесь уже на свочи так себе. Качество. А на пальце красиво, на самом пальце. Ну, здесь есть тоже, вот мне, кстати, нравится вот этот цвет для смоки асфальт. Цвет мокрого асфальта. Мне нравятся цвета мокрого асфальта. Они так для смоки. Ну, и вообще красиво мокрые асфальты, на мой взгляд. Ну, вот цвет красивый, а вот качество, кстати, так себе, среднее. Наверное, на троечку. Вот, надо его натирать, чтобы... И то, видите, он на черной базе и немножко может пятнить, грязнить. Ну, для смоки нормально. Для смоки нормально. Так. Зеленый. Ну, этот вроде бы зеленый, но он почему-то яркий. Зеленый, но он и на сатин не особо похож. И для металлика он как-то слабоват. Ну, больше какой-то, конечно, сатин. Ну, он прям такой зеленый-зеленый. Прям зеленый-зеленый. Не знаю. Прям зеленый-зеленый, холодный-зеленый. Я не особо люблю. Я люблю такой цвет ели. Хаки. Болотный. Ну, вот такой серо-зеленый. Серо-коричневый. Такие, больше к натюрелю, да, такие. А вот яркие зеленые. Ну, такие попугайшные, яркие зеленые. Я не особо люблю. Ну, я говорю, есть только где как акцент. Там чуть-чуть стрелочку. Короче, ну, тут, я говорю, тут даже дело не в цветах. Вот. А именно... Ну, а матовые они все одинаковые. Матовые. Матовые есть матовые. Но цвета красивые. И пыльная роза, и тепло-коричневый, и холодно-коричневый. Вот здесь у нас есть еще синий, видать, для акцентика. Синий матовый. Ну, они... Так вот наберешь, они пылят. Ну, да, он такой пылят. Смотрите, вот, девочки. Вот, видите, вот оно. Как будто вот зеленка разлитая. Ну... Зеленка... Короче, такое себе, знай. Твердая троечка с плюсом. Ну, я говорю, для дома, для семьи нормально. На выход... Если даже еще цвета нормальные есть. Потому что вот коричневые здесь очень красивые. Вот. Черный даже есть. Ну, синий так себе. Вот. Ну, качество... Ну, это все дома так. Для дома мазну, мазну. Так, чтобы для дома как-то примарафетиться, то нормальное. И тоже вот, да, тысячу сто рублей. Да, не особо дорого, но не особо дешево. Китайские... Я говорю, китайскую палетку даже за 300 рублей можно взять офигенную. Просто офигеннейшего качества. А это... Так себе. Ну, ладно. Как говорится, накрасились кое-как. Так, и слава богу, да? Хотя, конечно, не хотелось бы кое-как. Ну... Ну, как пошло, так пошло. Так, ну, давайте обновим... Мой это Кико Милану уже заканчивается. Давайте обновим... Межресничку. Вот. Стрелочку. Сейчас подрисуем. Я так беру, вот видите, у меня такая тоненькая кисть есть, вот ей очень удобно стрелочки рисовать. Я так беру карандаш, потому что он толстенький. Я вот так вот на кисточку набираю и уже, когда мне надо, стрелочку рисую. Я так беру карандаш. Так. 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 Я так беру. для меня макияж это как игра такая любимая игра, которая меня расслабляет психологически удовольствие в какой-то степени когда я крашусь и при этом мучаюсь мне это не нравится с этой палеткой я, скажем так мучаюсь поэтому я говорю где-то четвертый или третий раз я ее взяла в руки и только из-за этого оттенка и то, что там зеленый я подумала, ну, зеленый надо как-то это сейчас я понимаю, что больше я ее в руки брать не хочу краситься я ее не хочу поэтому подарю ее если она понравится если человек захочет, подарю ее этой женщине я думаю, ей ее хватит надолго подарю дам пару уроков по макияжу для ее глаз пусть пользуется человек ей как раз для дома возиться с внуками но при этом быть красивой бабушкой ей как раз хорошо будет что-то я уже проголодалась правда, я сегодня так мало покушала потому что надо пару килограммчиков скинуть потому что я сегодня вот одевалась одну вещь достала маленькая вторую маленькая потому что у меня был размер 42 42-44 сейчас 44-46 и та одежда, которая у меня есть у меня много такой красивой индийской одежды там туники там эти там маечки всякие, кофточки красивые они не налазят не налазят налазят ну все прям так впритык аж там знаете ну прям уж уже если так сделаешь оно порвется просто ну то есть маленькое и надо это чуть-чуть мне как говорится не так много кушать но побольше двигаться потому что зиму-то мы сидим ну я зиму там еще в квартире просидела мало ходила и набрала вес вот этот не из-за того, что я там много ела нет а из-за того, что поел и сидишь сидишь не двигаешься и оно отложилось тем более, как говорится как-никак если в молодости в детстве там пищеварение было наверное более сильное в молодом возрасте то сколько бы не съел и как бы не ел и что бы не ел все равно худощавая я всегда была худощавая я говорю 42 размер всегда 42 размер при росте метр 75 размер 42 с с очка вот то сейчас все-таки 47 год мне и пищеварение наверное уже не так быстро и сильно работает в силу возраста то даже если съел чуть-чуть и если мало подвигался там сидячий скажем так больше образ жизни то все начинает накапливаться поэтому надо побольше движения и чтобы побыстрее скинуть вес поменьше покушать тоже потерпеть и ноги болят и ноги болят потому что при моем росте опять же у меня маленький размер ноги у меня нога маленькая и узкая и для моего метр 75 нога всего лишь 38 размер 38 и узенькая и то есть площадь получается маленькая да и эта ножка она должна держать большое еще если массивное тело то тяжесть на ноги идет большая и тяжело ходить ноги начинают наливаться от этого веса тяжело таскать на себе вот эти лишние килограммы я говорю вот я для меня это ощущение тем более вот привык ну я привыкла да что я всю жизнь была стройная очень не прям худющая как доска там нет ну такая у меня тонкая кость и такая ну гармонично стройная была ну я говорю плюс ну там кость тонкая и вот эти лишние килограммы я это чувствую как будто на меня вот наложили какой-то лишний вес мне его надо таскать мне это не нравится ощущение абсолютно хотя при этом я очень люблю полненьких людей мне так нравится вообще то есть если у человека есть лишний вес скажем так ну то есть он такой полненький пухлячок такой ой мне так нравятся такие люди обожаю мне очень нравится то есть я не испытываю к ним какой-то брезгливости там там нет наоборот мне так нравится их пожмякать они такие мягкие такие приятные то есть я люблю так девочки помните в прошлом видео я показывала тоже это моя новинка вот этот туш с алиэкспресс да что я могу сказать вот я и крашусь каждый день девочки туш отличная все что у меня не очень хорошо запах такой какой-то неприятный ну это он пока вот вы открыли нюхайте он есть на ресницах конечно же его потом нету когда вы накрасили только запах неприятный и для меня лично не совсем удобная кисточка но сама туш вообще суперская она очень хорошо удлиняет вот видите такая она изогнутая немножко и мне не очень нравится но сама туш она не осыпается она держится она разделяет она хорошо удлиняет объем если несколько раз объем моется теплой водой чулочками вот такое пятно не делает как у панды то есть тушь сама по себе отличная объем ну видите какая туба большая эта штучка красивая сама тубочка да сама это красивая стоила она там что-то 150 рублей вообще то есть тушь вообще классная единственная игры запах ну запах что вы тушь ну вот все вот я достала его уже нету да буквально а вот и форма хотя нормальная форма просто для меня не особо это и то я уже так практически приноровилась с этой формой красить но тушь сама по себе вообще отличная тушь одна из лучших которая у меня вообще когда-либо в жизни была а я как вы понимаете перепробовала очень много разных тушей и дорогих и не особо дорогих и всех вот этих брендов и мейблин там и эти катрисы и 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 тушь, она лучше всех их вместе взятых. А цена? А цена очень доступная. 150 рублей по нашим временам, сами понимаете, да? Это вообще копейки. А тушь, это такой расходный материал, всегда в косметике. Что, 2-3 месяца и капуджи, да? Надо новые. Поэтому хочется, чтобы ты хорошая была, но бюджетная. Потому что часто покупать тушь за тысячу рублей, даже если бы я была миллиардером, то я не хочу на такую вещицу по тысяче, по две рублей выкидывать. все ночи. Лучше эти денежки направить на знания, на упаи. ну, как говорится, экономика должна быть экономной. Зачем на такой расходный материал выкидывать кучу денег? Ну, 150 рублей, нормально. я не знаю, видно вам или не видно. Ну, тушь хорошая. Так, я как смотрю? А, я вот так смотрю. Ну, вот она прям все расчесала. Вот у меня тут зеркало, да? Я вот так вот подставляю, смотрю на реснички, как они там выглядят. Вот они все прям расчесанные, все прям в равной степени разделенные, удлиненные. Вообще класс. Говорю, классная тушь. Щеточку бы другую сделали бы. Мне больше нравится обычная степень. Ну, такая обычная щеточка, елочка и обычная щеточка нравится. Маленькая такая елочка. Вот это для меня самая лучшая тушь. Ну, я имею в виду щеточка для туши. А вот когда щеточки начинают делать какие-то большие, изогнутые там какие-то... Делать они... Я уверена, что вот, что касаемо туши, то дело не в... Как это... Не в щеточке. Чтобы прям как-то над этой щеточкой там изгаляться. Дело в самом продукте, в самой туши. Если она хорошая, то можно взять обычную, маленькую, в виде елочки щеточку, и она прекрасно все накрасит. Открытые. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Все в прямом эфире, как говорится, все как есть, без монтажа, без всяких приукрас, все как в жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Серьезно... Поэтому... Поэтому покупайте, если хотите, покупайте... Вот... Потому что я говорю, и цена отличная, и туши там много, потому что туба такая толстенькая, и туши много, и результат потрясающий. Я спать... Что-то вот эта жара, вот это все, оно так действует... Спать хочется... Или просто лечь и лежать... Так, что мы будем делать дальше? Мы уже практически все сделали... Сейчас мы... Давайте мы еще раз припудримся... Да, еще, знаете, хочу пять слов сказать по поводу этой пудры. Помните, я вам тоже брала на Алиэкспрессе за 100 рублей... Ну, когда... Ну, где-то с месяца назад, да, я вам ее показывала... Девочки, что я... Пудра за 100 рублей с Алиэкспресса... Девочки, самая лучшая пудра в моей жизни... Я пробовала другие пудры... И Майкап Революшн... Вот у меня есть даже вот эта, да... Вот видите, я уже ее так заюзала хорошо... Вот она, да... Вот... И причем это моя вторая уже, вот эта Революшн... Ну, что... Да... И там другие там эти... И дорогие... Ну, вот эта пудра за 100 рублей с Алиэкспресса... Девочки, ну, она очень классная... При том, что у меня кожа тонкая, чувствительная... С покраснениями там... Ну... А в последнее время меня еще прыщами обкидало так сильно... То ли у меня уже какой-то... В силу возраста гормональный переход... Короче, я в переходном возрасте... Меня обкидало тут прыщами... Недели две были... Хотя я говорю, я не ем ничего такого... Прям вот... Кофе я не пью... Сахар я не ем... Овощи, фрукты там... Ну, то есть такое... Ну, вегетарианские овощи, фрукты там... Оливковое масло... Ну... Ну, меня почему-то, я говорю, обкидало прыщами... Ну, вообще вот... Просыпаешься и прям... Ну, сейчас проходит... Проходит... А вот... Вот... Ну, опять же, да... Я как бы там... Больше горячей воды... Просто горячей воды пью... И она помогает прочищать, да... Как бы... Ну, все равно вот силу... Ну, я говорю, вот это... Она приятная... Ну, прям такой приятный пудровый аромат... Она легкая... Она... Вот... Вы знаете, вот... Там с утра проснулась... Мне надо было быстро сбегать в магазин... Лицо все в прыщах... Вот... И я не хотела там садиться... Все закрашивать... А просто быстренько смотаться в магазин... Там, да... Подкупить что-то надо было для готовки... Тут магазин в двух минутах, да... И думаю... Ну, я просто припудрюсь... Без тона... Без консилера... Без всего... Просто припудрюсь... Межресничку... Бальзам на губы... И побежала... Ну, чтобы просто, да... Чтобы хотя бы вот этот красный... Ну, чтобы... Прыщи были подкожные... Такие болючие... Вот... Вот прям две недели... Там... Ну, две-три, наверное... Прям... Откуда эти прыщи... Было же все хорошо, да... Вы же помните мои вот видео недавние... Чистое лицо нормально... Тут вдруг в один момент... Как обсыпало... Но я подозреваю, что я могла меда переесть... Потому что я помню, что... Что-то мне так на мед... Я залипла... Такой вкусный мед... Натуральный... И я туда... Баночка меда... Такая баночка меда... Я туда орехов разных... Перемешиваю... И вот это молочко... И орехи с медом... Молочко и орехи с медом... И я так, знаете... Могла вот такую баночку за раз... Скушать... За вечер... А на утро просыпаюсь... Лицо все красное... В прыщах... Я думаю, что... Ну и мне потом мой вот... Любимый... Говорит... Бэби... Почему такой это фейс... Это... Я говорю... Я не знаю... И он говорит... Ты, наверное, кушаешь что-то горячее... Не надо кушать горячие продукты... Ну вот... Которые огонь... Да... Кушать горячее... Ты на ночь кушаешь... Ну что-то горячее... Что ты кушаешь горячее... Я говорю... Ничего... Я не кушаю... Я говорю... Я только мед кушала... С орехами... Ну... Одно дело... Ложку-две... Да... А другое дело... Вечером... Вот такую баночку меда... Ну там грамм... Много... Короче... Вот такая баночка... Да... Ну где-то там... На грамм 200... 200 грамм меда за раз... Нормально... Да... С орехами... Я думаю... Наверное... Меня все-таки... Это от меда... Так обсыпало... А вот... Прямо красное лицо... И прям такие прыщики-прыщики... Наверное... Театрес может быть... Как у детей... Которые конфет переедают... Наверное... Наверное... А сейчас я уже... Ну да... Неделю... Я к меду не притрагиваюсь... То есть я видать его наелась... И я к меду не притрагиваюсь... Хотя сейчас говорю... Мне хочется... Молочка... С медом... С орехами... Хи-хи-хи... Ну вот... Да... Где-то с неделю я к меду не притрагиваюсь... Пью просто горячую воду побольше... И... Лицо начало как... Очищаться... Понимаете... А... Ну и вот когда у меня... Лицо все было обсыпанное... И мне же надо было быстренько сгонять... И я просто вот взяла пудру... Без консилера... Без тонального крема... Без всего... Просто пудрой... Тык-тык-тык-тык-тык-тык... И девочка у меня все запудрилось... Все заматировалось... Все запудрилось... Вообще супер... Я... Мало то что запудрилось... Так оно еще практически весь день держится... Хотя и так... И так... Ну как-то так... В течение дня там что-то делаешь... Понимаете... Пудра... Ну... Вот просто шикарно... Вы же вот смотрите... Я вот... Сейчас вот когда перед съемкой... Да... Я тональный нанесла... И... Вот этой Майкап Революшн... Припудрилась... И сейчас съемка идет... Час... Двадцать... Да... Час двадцать... И уже лицо все блестит... И вот я смотрю на себя... И... Как будто... Пудры нету... Понимаете... Тон... Припудрилась... И за полтора часа... Пудры нету... На лице... Понимаете... Да... Хотя... Вот эта... Майкап Революшн... Она неплохая пудра... Но однако же... Она матирует... И... Тонирует... Кожу... Не так хорошо... И вот полтора часа... И смотрите... Все блестит... Вот... Лицо все блестит... Ну... Это хорошо... Конечно... Живой блеск... Значит не помырла... Как говорится... Но все равно... Вот... Нету... Вот... Видите... Краснота на щеках... Вот это... Прыщки... Эти вот следы... От прыщиков еще видны... То есть она... Видите... А... И сейчас вот посмотрите... Как сразу... Вот я буду сейчас этой пудрой... Это... Как преобразуется лицо... Когда... С этой пудрой... Даже я говорю... Когда вот просто припудрилась... И побежала... Очень хорошая пудра... Девочки... Я говорю... За 100 рублей... Это просто... Поэтому я даже экспериментировать не хочу... Не хочу что-то другое покупать... Дорогое... Зачем дорогое... Пудры у меня тоже летят быстро... Я вот такую пудру... Если каждый день... Она у меня за месяца два улетает... Два-три месяца и улетает... Поэтому тоже такой расходный материал... И... Причем... Бывают дорогие пудры... Но они... Ну... Вообще очень плохие... Ну вообще... Он даже... Там... Майкап Революшн... Да... Она сейчас стоит... Вот в подружке... Там... 500-600 рублей... Ну и что? Нанесла... Полтора часа... Ее нету... Плюс даже... Когда ты нанес... Да, оно заматерло... Но она все равно... Даже перекрывает не так хорошо... То есть вот по сравнению с этой пудрой... Она вообще... Какашка... Вот реально... Ну и зачем эти 600 рублей платить? Или даже те же там... Лориалевские какие-то... Буржуа... Там эти... Пудры... У меня были такие пудры... У меня не было к ним такого восторга... Вот серьезно... Видно, наверное, да? Что оно так хорошо все в это... И заматировала... И запахи... И все хорошо... И она держится... Понимаете, девочки? Вот я там гоняла тогда в магазин... Прибегаю... Смотрю так... Раз в зеркало... Ну автоматически посмотреть... Ну как тестируешь... Так... Смотрю... Нормальное лицо... Вообще... Отличная пудра... И даже вот знаете... Вот она такая зелененькая... Такая вот... С этой крышечкой... С этой... Пудреницей... Ну вот да... Вот с этим тампончиком... Или как это называется... Спонжиком... И как-то вот ее в руках держим... Как-то так миленько она ощущается... Приятно в руках... Вот энергетически так вот... Не знаю... Ну вот 100 рублей... Такая... Я говорю... Я сделала заказ... Вот... И жду-жду... Мне должно тоже две пудри прийти... Тоже... Такого же типа... Были хорошие отзывы... Только... Чуть-чуть бренд другой... А тоже там... 107 рублей... 107 рублей... Ну все то же самое... Только бренд другой... И тоже там столько отзывов... Там тысячи отзывов хороших... То я две штуки взяла... Одну потемнее... Другую посветлее... Хочу еще тот бренд попробовать... Буду новый заказ сделать... Я еще такую закажу... Чтобы... Ну чтобы было... Чтобы было... Потому что пудра... Раз-раз она... Я говорю... Два-три месяца... И нету... И надо новое... Ну... За 100 рублей... Такая пудра... Это вообще... Я говорю... Все хорошо... И приятно держать... И запах... И лицо... Как она... Ну... Сами вот только что видели... Так... Ну... Девочки... После этого масла... Конечно... Хорошо питать волосы... Ну... Вид такой немножко... Как будто грязноватый... Так... Девочки... Ну а сейчас я вам покажу... Очередную свою... Новинку... Я вчера получила... С Алиэкспресса... Ой... Мне так нравится вообще... Вот... 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 Это у нас... Контур... Румяна... И... Хайлайтер... Ну... Здесь написано... Что это... Вот... Смотрите... Какая прелесть... Вот... Смотрите... Какая прелесть... Это китайский бренд... Гууками... Многие его видели... У них есть и тени... И румяна... И все такое прочее... Это коробочка... Высовывается... Это вот так... Вот... Вот так... Естественно... В первую очередь... Мне привлекла... Сама упаковка... Мне нравится... Сама упаковочка... Такой дизайн прикольный... Вообще... Классненький... Ну... Естественно... Она... Видите... Такая... Достаточно маленькая... Компактная... Классная... В дорогу взять... Вот... И я вообще люблю... Палетки для лица... Я люблю... Когда в одной палетке есть и румяна и хайлайтер... Ты одну палетку взял и весь макияж сделал... И лица... И глаз даже... Вот... Поэтому очень... Естественно... В первую очередь... Что я заметила... Красивый дизайн... И плюс... Что мне еще очень понравилось... Естественно... Оформление этих трех продуктов... Как вы видите... Здесь есть... Румяна... Здесь у нас... Контур... Бронзер... Румяна... И хайлайтер... И как вы можете видеть... Видите... Они еще... Там... Из трех цветов состоят... Видите... Да... Такая вот палеточка для лица... Еще и при этом состоят из трех цветов... Ну... Естественно... Зеркало... Все аккуратно... Красиво... Классно... Ну... Защитная пленочка... Само собой... Все классно сделано... Маленько... Компактно... Красиво... С собой брать... Продукт по качеству... Девочки... Ну... Сейчас будем пробовать... Потому что я поделала только свотчи... Ну... Я вчера вечером уже принесла с почты... То я поделала только свотчи... Свотчи мне понравились... Надо попробовать теперь... Да... Будем... Моя кисточка... Не для контура вообще пипец... Ну... Зато хорошо проверим... Да... Этой кисточкой... Потому что когда кисть хорошая... То конечно все хорошо нанесать... Чтобы у нас тестирование было таким справедливым... Мы сейчас попробуем этой кисточкой... Сделать контур... Румянчики... Хайлайтер... Ну... На свотчах... И вот просто вот так смотреть на нее... Очень приятно... Держать приятно... Хороший такой добротный... Классный... Прочный прям такой картон... Все красиво... Классно вообще... Ну... Всякая информация... Ну... Тут мы ничего не поймем... Конечно... Оформление такое... Такое... Короче... Мне все... Все понравилось... Стоила она... Она... Сколько она стоила... Что-то рублей... Сейчас точно не могу сказать... Ну... Что-то 250... Что-то 250... 300 рублей... Что-то так... Если на рубли... Потому что там было... По-моему... 3... 3 с лишним доллара... 3 с лишним... 3 с лишним доллара... Ну... Сейчас попробуем... Как на лице будет... Потом... Когда поношу... Посмотрю... Когда с улицы приду... Посмотрю... Останется... Облетит... Ветром... Ну... Ну... На руках свотчи были красивые... Давайте начнем... Ну... Я всегда начинаю с контура... Ну... Вот... Давайте начнем... Так... Может мне для контура... Ладно... Давайте... Обычно... Возьмем контур... Сделаем скулы... Здесь, видите... Есть и теплый... Больше как на бронзер... И есть более серо-коричневый... Как... Как именно контур... Ну... Я прям... Все вместе тыкаю... Чтобы цвета смешались... Ну... Ничего... Наносится... Нормально... Вот... Растушевывается... Пятна... Не наблюдаю... Хотя... Кисточка... Девочки... Ну... Вы знаете... Я думаю... Тест... И надо проводить такими... Потому что... Хорошей кисточкой... То понятно... Что... Может быть... Намного... Все лучше... Но если даже... Такой кисточкой... Можно накраситься... То это... Значит... Суперпродукт... Суперпродукт... Девочки... Ну... Пятен... Нету... Пятен... Я не вижу... Не пятнит... Растушевывается... Очень... Такой... Хороший... Цвет... Бронзера... Я говорю... Он так сделан... Что... Вы можете... Светлее... Бронзер сделать... Потемнее... Как светлый загар... Более темный загар... И... Посередке... Такой серо-коричневый... Как... Цвет тени... Да... Можно уже там... Носик откорректировать... Ну... Или... Узенькую кисточку... Вот так вот... Сделать... И именно... Этот цвет набрать... Мне что нравится... Что здесь вот... Как вы видели... Несколько цветов... Да... Один рефил... Но в нем... Несколько цветов... Оттенков... Так же как и румяна... Можно сделать персиковые... А можно сделать только розовые... Пудра... Попала... Вот... А можно сделать... Ну и говорю... Только розовые... Так же есть и хайлайтер... Есть прям... Светлый-светлый... Есть потом... Как более... Такой... Светло-бежевый... И есть... Более... Такой... Уже... Потемнение... Бежевый... Ну... Прикольно... Я говорю... Мне нравятся такие... Комбинации... В палетках... Когда несколько цветов... И ты можешь... Либо один использовать... Либо их смешивать... Между собой... Девочки... Ну... Хорошо... Ну... Не знаю... Мне нравится... Очень даже... Сейчас... Мы... Далеко заехали... Здесь... Мы здесь... Девочки... Ну... Что я вижу... Растушевывается... Хорошо... Пятен... Нету... Посмотрим... Как держится... Потом... Вам скажу... Ну... Вот... Кто видит... Такой... Бронзоватый цвет... Хороший... Хороший... Так... Давайте остатки сюда нанесем... Михаил Ратиня... Чёрный цвет... Нmod curve назад... Люди... Иди сюда! Уже... Нак vacил自己... Нак obscura... Накären... девочки мне нравится по крайней мере мне нравится игру растушевывается очень плавно хорошо причем кисточка уже ужаснейшая ты с ямками и совсем этой кисточке лет 5-6 точно я ее фикс прайсе брала за 50 рублей это но она почему-то моя любимая хотя дорогие хорошие есть растушевалась хорошо 5 и нет цвет носибельный замечательно так теперь румянчики сделаем будем так все три цвета смешивать машину здесь персик темный персик и розовый румяна знаете они цвет есть но они не не вырви глаз они не особо прям такие пигмент сильный нет по яркости пигмент такой то есть с ним вы не переборщите цвет будет румянец такой легкий будет нежный такой ненавязчивый румянец интеллигентный будет переборщить не невозможно вот смотрите я набираю прямо так вот хорошо набираю ну чтобы посмотреть интенсивность я набираю прям хорошо ну и вы видите что цвет он появился но он такой не матрешки не петрушка вот скомарок то есть цвет есть но он такой персиковый такой беж персиковый и он такой красивый нежный и интеллигентный так ну и давайте теперь возьмем эту кисточку посмотрим с этими хайлайтер и такую кисточку возьму такую пушистую нанесем хайлайтер на хайлайтер смотрите видно видно красивый такой хороший цвет вот а вот хайлайтер я вот так чуть-чуть мешок не сильно ты когда а вот так слегка прикасаюсь и потом сюда ну и вот есть есть красивый красивый под бровку они под бровку но я под бровку кстати и наносила перед началом съемки когда я оформляла там уже бровку а вот то я отсюда взяла как раз таки этот хайлайтер и под бровку нанесла и он тоже виден что он блик вот этот дает не такой кисточка не украсить я не гляну я привык я вот контур весь этой кисточкой делаю и хайлайтером так вот делаю хайлайтер красивый блик дает девочки ну вот такая красивая милая красивая милая палеточка красивая милая палеточка мне очень нравится и качество вот сейчас попробовали и как она выглядит и как она лежит в руке и качество и самой упаковки и самого продукта хорошее зеркало компактная вот меня ладонь она вот на ладошечку полета ладонь меня длине такая прикольненькая так что есть что присмотритесь бюджетная ну классная не на мне очень нравится очень даже очень понравилось я рада что я ее приобрела очень 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 надо ее спрятать много много прям не юзать мне надо до юзать остальные мои палетки те которые в ходу это я сейчас с вами и показала чтобы и самой посмотреть и вам показать посмотрю как она носится но так на повседневку буду сесть нам допользовать то что начато я то что это то что не люблю когда много все по открыто много все лежит сохнет так если прям захочется буду ее брать так она будет пока лежать и ждать особых случаев она повседневку будут другими пока пользоваться так что нам нужно сделать давайте накрасим наверно губки и нам осталось накрасить губки тоже вот покупала на алиэкспресс карандаш помада двухсторонние видите да темно-коричневый и более яркий коричневый шестьдесят рублей два цвета в одном куча помад девочки хороших классных помад куча я все у меня рука всегда тянется к этому рисует хорошо держится хорошо просто вообще потрясающе так вот все а все и и и и и и и и и Продолжение следует... Хотя, я говорю, у меня тех помад, которые есть, много. Надо как-то пользовать. Ну, видите, рука тянется к этому. Продолжение следует... Все. Осталось наклеить бенги. И все. Я протираю свою эту сережку к носу. То, когда пудрой красишь, она припудривается и не сверкает. Камушки не сверкают. А я хочу, чтобы сверкал. Камушки не сверкал. Так, ну что, давайте наклеим бензи. Так, наклеим бензи. Ой, господи, не хочется никуда идти, но надо. Сейчас мы наклеим какой-нибудь бензи, даже не знаю какой, какой-нибудь наклеим. Возьмем традиционную красную бензи с маленьким камушком. Так. 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 Скучноватый, да, наверное, видео сегодня более скучноватые. Так. Так. Красилок о карме я вам не рассказываю. Так. Так. Просто по макияжу. И то даже не по макияжу, а просто я сижу делаю макияж в вашем присутствии, скажем так, и все. Ну, не в вашем присутствии, но вы будете смотреть, что я просто сижу делаю макияж и такие мысли вслух. Ну, такое видео, что делаешь. Ну, сегодня так. Сегодня так. Хотя у меня куча тем, скажем так, о которых можно было поговорить, но говорить всегда больше хочется, когда вот человек задает вопрос, ты на него отвечаешь. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. В древние времена так происходило обучение. Ученик приходит к учителю, у него есть вопросы. Он отвечает, учитель отвечает, ну, он задает вопрос, учитель отвечает, да. Или там, когда человек приходит учиться конкретному предмету. А когда вот я сейчас сама сижу, ну, что мне говорится. Сижу, крашусь, чуть-чуть лень, жарко, хочется спадки. Ну, как-то ничего не спрашивают, не до беседы. Какой-то темой, которая бы меня сейчас саму лично мучила, да, и мне захотелось бы там высказаться, нету. Вот. Или там, чтоб меня вдруг сейчас проставило, да, так это нахлобучило, я тут начала это выдавать что-то. Ну, тоже такого что-то нету. Вот. Ну, что я так не могу сказать, что я прям уж слишком болтливый человек, нет. Если у меня есть какая-то эмоция надо проговорить, то да. Если меня о чем-то спрашивают, то да, я могу прочитать целую лекцию. Особенно по ведическим знаниям, да. А вот там, по упаям, по джотишу там и так далее. Там, ну, по косметике, если что-то спросят. Ну, да. То есть. А так, что говорить. Как вот есть говорят, что у кого болит, тот о том и говорит. У меня ничего не болит. Слава Богу. У меня все нормально. Вот. В отношениях все хорошо. Лучше, когда бы то ни было, благодаря упаям. Крыша над головой есть своя, слава Богу. Косметика есть. Вот. Работа моя любимая, джотиш с моими клиентами есть. Ничего не болит. Здоровье нормально. Ну, я говорю, единственное, о чем болела, вот Томми сказала, вот вес надо сбросить. Да. Килограммчиков пять надо точно скинуть. Точно надо скинуть. Вот. Ну, по крайней мере, вернуться в свой размер надо, потому что вещей много. Вещи мои любимые, хорошие. Потому что я не покупаю себе, чтобы купить, лишь бы купить. Да. У меня вся одежда тоже такая странная, как косметика. Вот. Я люблю такие всякие блузочки, там, вышивку на одежде. Я очень люблю орнаменты, вышивку на одежде. То есть я люблю традиционную одежду. Вот. У меня есть много там дупат индийских красивых. Ну, дупата это просто такой палантин, да. Ты его там раз накрутил, там размер не важен. Сари есть. В сари тоже размер не важен, твой размер. Единственное, чоли, чоли, кофточка, которая носится с сари, там размер надо. А само сари, оно же там хоть поправился, хоть похудел, оно намотал, да и все, да. Вот. Ну, наматывать не всегда есть время и желание. Тем более, что-то 2 минуты сходить до магазина и наматывать сари, ну, тоже такое, да. Вот эти аладины штаны индийские, скажем так. Я их обожаю. Я их ношу и летом, и зимой. Зимой более теплые, с более грубого такого хлопка. Толстенькие. Летом более тонкие. Под них вот такие блузочки, курты ношу. Но они, как правило, да, там вышивки есть, вот такое, этническое всякое. Я люблю такую этническую одежду, этническую, народную одежду. Такую одежду, которая вот с древности идет. Она приятна, она хороша, с хороших материалов. Ну, как правило, это хлопок, там, шелк. Ну, шелк редко, но в основном это хлопок. Либо толще, либо тонкий хлопок. Катон, хлопок там. Вот тут тоже чистый, хороший хлопок. Классно. Я всего лишь за 300 рублей, за 300 рублей взяла эту пофточку. Ну, она чуть-чуть удлиненная. Она идет удлиненная, как туничка такая. До конца попы там. Это не слишком длинное, не как платье. Есть туники? Вот, платье красивые, туники красивые. Ну, их надо скинуть. Потому что я одеваю, и у меня все здесь прям натягивается. Ну, сами понимаете. Надо, чтобы чуть-чуть свободно было. Потому что когда все обтягивает, и живот, и сись, и грудь. И тут такой вид. Ну, надо, чтобы все было гармонично, красиво и прилично. Вот. И целомудренно, самое главное. Целомудренно, без всяких вот этих телесов наружу. Не люблю, когда телеса наружу. Я никогда не ходила в открытых одеждах. Никогда. Вот. Чтобы там декольте. Вот. Ними-то не вру. Чтобы там декольте какое-то большое. Или там голые ноги. Мне не нравится. У меня ощущение, что я голая. Все смотрят. А реально все же смотрят. А когда люди смотрят, они пробивают энергетику. Более того, когда на женщину так вот много смотрят. И она раздетая. Она реально. Это в ведах сказано. Она реально теряет свою энергию. И чем больше женщина теряет энергии, тем она быстрее стареет и болеет. Особенно мужчины, если смотрят вожделенным взглядом, они пробивают женскую энергию. И на тонком плане идет просто забор энергии у женщины. А вот. А вот. У меня всегда либо длинные юбки до пола, либо штаны шаровары. Либо, ну, плюс туника. Там еще дубата. Вот. Все красиво. С вышивками. Яркое, красивое, но закрытое. Вот. Вот. Я вчера так одевалась и мне там одиночный комплимент делал. Потому что, ну, понятное дело, что хоть его глазам было на чем остановиться. Потому что сейчас такая мода. Когда выйдешь на улицу, все в джинсы, майки, кроссовки. Джинсы, майки, кроссовки. Майки какие-то широкие, растянутые, вообще непонятные. Укороченные вот эти штаны какие-то вообще непонятные, кроссовки. И что мальчики, что девочки так одеваются одинаково вообще. И цвета черные, серые, грязно-синие. То есть вот такая, знаете, однообразная серая масса. Никакого цвета, никаких красок, никаких украшений, ничего. Ну, короче. Как будто вот стройотряд. Что мальчики, что девочки. Вообще не на кого порадоваться, посмотреть. Я такой не люблю. Я всегда любила такой вот. Черный цвет мне нравится. Но мне нравятся благородные ткани черные. Там бархат черный. Там трикотаж такой хороший. Черный, если там маечка какая-то. Ну, хлопок черный хороший, да, катон. И если он черный, то хорошая качественная ткань и модель интересная, скажем так. Ну, мне больше нравится таким готическим уклоном. Черные вещи с готическим уклоном. А вот просто черная малька, черные штаны, оно, ну, как рабочее, ну, как рабочее с завода. Ну, вот, вообще не интересно, мне не нравится. Ой, девочки, уже много так у нас времени. Все, будем закругляться. Вот. Все, на связи, пишите, звоните. Вот. Задавайте вопросы, если кому что интересно по ведическим знаниям. А вот. Чтобы у меня было чем... Ну, что если вы зададите вопрос, я уже буду, как говорится, отвечать на него. Чтобы были темы для разговоров. Ну, а так на сегодня все. Вот. Все, всего доброго. До свидания всем. А вот. Ну, все, пока. Пока-пока.